В декабре 2013 года ученые Гавайского университета сообщили об интересной находке. В конце лета, проводя исследование морского дна, гавайские ученые обнаружили затопленную в 1945 году японскую подлодку проекта Сен-Токио, иногда для обозначения проекта, применяется индекс головной подлодки И-400. Субмарина лежит на глубине около 700 метров, недалеко от острова Аху. Факт затопления японской подводной лодки после окончания Второй мировой войны не являлся секретом, но точное место, где это произошло, по ряду причин оставалось неизвестным. В годы Второй мировой войны в составе японского военного флота служило большое количество подводных лодок различных типов. Однако наибольший интерес представляют субмарины проекта Сен-Току, отличавшиеся от других своим предназначением. С начала 30-х годов японские судостроители занимались созданием подводных лодок, способных нести легкие самолеты. Предполагалось, что перевозимый лодкой самолет будет выполнять разведывательные функции. В дальнейшем не исключалась и ударная роль самолета, однако ряд особенностей авианесущих субмарины самолетов для них налагали определенные ограничения на боевую нагрузку. Тем не менее, и разведывательные самолеты были в достаточной мере полезными для подлодок. В частности, после нападения на Перл-Харбор фото и киносъемку результатов налета провел самолет-разведчик, доставленный к гавайским берегам под лодкой И-9 проекта А1. В начале 1942 года, по инициативе адмирала И-40 Уимамото, началось создание проекта новой подводной лодки, способной нести сразу несколько самолетов-бомбардировщиков. Одновременно с этим стартовала разработка специализированного гидросамолета, пригодного для перевозки на перспективной субмарине и способного нести бомбовое вооружение. Предполагалось, что новые подводные лодки смогут скрытно доставлять ударные самолеты к береговым объектам или корабельным группам противника. Скрытный подход и внезапная атака, как ожидалось, должны были обеспечить высокую боевую эффективность новых субмарин и их самолетов. К перспективной подводной лодке предъявлялись высокие требования. Она должна была перевозить четыре самолета и иметь дальность плавания на уровне 65-70 тысяч километров. Дальность подводного хода должна была превышать 100 километров, результатом подобных требований стали габариты и водоизмещение перспективной подводной лодки. Подводное водоизмещение, по расчетам, должно было превысить 6,5 тысяч тонн. Специфическое предназначение перспективной подлодки определило ее архитектуру. Подлодке Синтоку предлагалось сделать двухкорпусными, с прочным корпусом сложной формы. Для перевозки достаточного количества топлива, а также для приемлемого размещения герметичного ангара пришлось разработать оригинальный прочный корпус переменного сечения. В носовой части он состоял из двух крупных труб и в сечении напоминал восьмерку. В средней части форма прочного корпуса плавно менялась и становилась похожей на знак бесконечности. Это было обусловлено размещением цилиндрического ангара. Кормовую часть прочного корпуса выполнили в форме цифры 8 и тоже плавно сопрягли с центральной. Прочный корпус предлагалось закрыть обтекаемым легким. Над средней частью корпуса, похожей на знак бесконечности, поместили цилиндрический, диаметр около 3,5 метра, ангар для перевозки самолетов. Подлодки проекта Синтоку должны были нести три гидросамолета HM6A Siren с запасом топлива и оружия. Большие габариты подводной лодки позволили в некоторой мере упростить процедуру взлета. После всплытия подводники должны были открыть передний люк ангара, выкатить на палубу самолет и подготовить его к вылету. Далее гидросамолет HM6A нужно было установить на катапульту, обеспечивавшую взлет. Посадку предлагалось производить, как и ранее, на воду с последующим подъемом самолета на борт при помощи крана. Наиболее заметным последствием высоких требований, предъявлявшихся к проекту Синтоку, стали большие габариты подлодки. При подводном водоизмещении – 6560 тонн, надводная – не более 5200 тонн. Новые субмарины должны были иметь общую длину – 122 метра и максимальную ширину корпуса – 12 метров, средняя осадка составляла 7 метров. Таким образом, японские подводные лодки серии И-400 стали самыми крупными представителями своего класса времен Второй мировой войны. Более того, их рекорд по размерам и водоизмещению продержался до появления атомных субмарин. Другой рекорд крупнейших японских подлодок касался дальности плавания. Расчетное значение этого параметра превысило 69 тысяч километров. Это означало, что лодка проекта Синтоку сможет добраться до любой точки планеты, не нуждаясь в дозаправке топливом. Для приведения столь крупной подлодки в движение пришлось создать силовую установку соответствующей мощности. В надводном положении субмарины Синтоку должны были перемещаться при помощи четырех дизельных двигателей мощностью по 2250 л.с. каждый. Для передвижения под водой лодки предполагалось оснащать двумя электродвигателями мощностью по 2100 л.с. С такой силовой установкой перспективные авианесущие подводные лодки в надводном положении могли бы развивать скорость не менее 18 узлов, в подводном – около 12 узлов. Характеристики прочного корпуса и ангара позволяли погружаться на глубину до 100 метров. Экипаж подлодок проекта Синтоку, по разным данным, состоял из 144 человек, 21 офицер или более. Запас продовольствия и пресной воды был рассчитан на плавание продолжительностью до 90 суток. Как и другие подводные лодки того времени, Синтоку предлагалось оснащать торпедным и артиллерийским вооружением. В носовом отсеке подлодок предусмотрели восемь торпедных аппаратов калибра 533 мм. Возимый боекомплект состоял из 20 торпед. Кроме того, подлодки должны были нести мощное зенитное вооружение. Оно состояло из трех трехствольных артиллерийских установок на базе автоматической пушки тип 96 калибра 25 мм, а также одной такой пушки, смонтированной отдельно. 140-мм орудие тип 11, установленное за ангаром, предназначалось для атаки как воздушных, так и надводных целей. Несмотря на наличие мощного торпедного и артиллерийского вооружения, основным средством ведения боя для лодок Синтоку были самолеты – бомбардировщики HM-6A Seiran. Три таких самолета перевозились в крупном и длинном ангаре подлодки. Конструкторы фирмы IT под руководством Адзаки сумели создать сравнительно компактный самолет, пригодный для перевозки в ангаре ограниченных размеров, а также способный нести бомбовое вооружение. Бомбардировщик Seiran имел размах крыла 12,26 метра, общую длину 11,64 метра и оснащался двигателем жидкостного охлаждения H-Itsuta 32, мощностью 1200 л.с., нормальный взлетный вес равнялся 4050 кг, максимальный достигал 4450 кг. Seiran был выполнен по аэродинамической схеме низкоплан. Характерной его чертой стали два крупных поплавка, предназначенные для посадки на воду. Эти элементы конструкции серьезно ограничивали летные характеристики бомбардировщика, что могло сказаться на его боевых возможностях. Тем не менее, специфические требования заказчика вынудили авиаконструкторов искать компромиссы, жертвуя теми или иными характеристиками. Поэтому максимальная скорость самолета М6А на высоте 5000 метров равнялась 475 км в час, а крейсерская не превышала 300 км в час, экипаж бомбардировщика, состоявший из пилота и стрелка, мог обороняться от истребителей противника при помощи пулемета тип 2 калибра 13 мм, расположенного в задней кабине. В зависимости от поставленной задачи самолет Seiran мог нести две бомбы калибра 250 кг или одну калибра 800 кг. Кроме того, предусматривалась возможность подвески одной торпеды весом не более 850 кг. Для размещения в небольшом ангаре подлодки на бомбардировщиках М6А Seiran были предусмотрены узлы складывания крыла и хвостового оперения. Поплавки демонтировались. После подготовки для перевозки в ангаре поперечные габариты самолета определялись диаметром воздушного винта. Размеры ангара позволяли перевозить три самолета в сложенном виде запас топлива и боеприпасов. Кроме того, в оставшемся объеме можно было поместить еще один бомбардировщик в разобранном виде. На его сборку пришлось бы потратить гораздо больше времени, чем на подготовку к полету других. Согласно первоначальным планам, судостроительная промышленность Японии должна была передать военному флоту 18 подводных лодок типа Сен-Токио. Однако промышленность была занята выполнением других заказов, что сказалось на количестве построенных подлодок авианосцев. Головная субмарина проекта И-400 вошла в состав японского флота в самом конце 1944 года. Через несколько дней военно-морскому флоту передали вторую подлодку И-401, а в последних числах июля 1945 года моряки приняли третий подводный корабль. До конца боевых действий на Тихом океане Япония успела начать строительство шести подлодок Сентоку. Кроме того, ввиду трудного экономического положения требуемую серию субмарин сократили спланировавшихся изначально 18 единиц до 12. Однако и эти планы остались на бумаге. В начале 1945 года первые две подлодки типа Сентоку опробовали свое основное вооружение в условиях полигона, после чего началась их служба. Возможность нанесения бомбовых ударов по целям, а также высочайшая дальность плавания определили первую боевую задачу новых субмарин. Их целью стали шлюзы Панамского канала. Японское командование посчитало, что разрушение или повреждение этих объектов серьезно ударит по снабжению американских войск на Тихом океане. Подлодки И-400 и И-401 отправились к берегам Центральной Америки, однако вскоре получили приказ возвращаться. Командование поняло бессмысленность такой атаки и связанные с ней риски, из-за чего приказало подводникам вернуться на базу. В первых числах августа начался второй поход под лодок Сентоку, который тоже окончился неудачей. Две подводные лодки должны были отправиться к Атолу улети и атаковать американские корабли. Через несколько дней после выхода в море на субмарине И-400 произошел пожар, она была вынуждена вернуться на базу для ремонта. И-401, в свою очередь, не могла самостоятельно выполнить боевую задачу и тоже вернулась домой. Второй поход к Атолу улети сначала планировался на 17 августа, но позже его перенесли на 25. Однако субмарины Сентоку так и не добрались до своей цели. Война на Тихом океане подходила к концу, и 20 августа экипажи подлодок авианосцев получили приказ, в соответствии с которым они должны были уничтожить все оружие и самолеты. Бомбардировщики с боекомплектом были сброшены за борт, а торпеды выпущены в море. Понимая свое бессилие в критический момент войны, командир подлодки И-401 Оридзуми застрелился. После окончания Второй мировой войны все три построенные, подлодки типа Сентокю были переведены в Перл-Харбор, где американские специалисты тщательно их изучили. Весной 1946 года Советский Союз решил воспользоваться своими правами, ранее оговоренными с союзниками, и потребовал предоставить доступ трофейным японским кораблям. Опасаясь возможных последствий, американская сторона в короткие сроки избавилась от трофеев. 1 апреля подводная лодка И-402 была расстреляна торпедами, а 31 мая на дно отправились И-400 и И-401. Точное место, где находится затопленная лодка И-401, было определено в 2005 году. Головная субмарина проекта была обнаружена позже, в августе 2013 года. Авианесущие подводные лодки Сентоку появились слишком поздно и не смогли оказать никакого влияния на ход Второй мировой войны. Возможно, уникальные корабли были в силах повлиять на ход морских сражений, однако есть основания сомневаться в их высокой боевой эффективности. Дело в том, что в случае использования торпед в подводном положении подлодки Сентоку не имели почти никаких преимуществ перед субмаринами иных проектов. Что касается бомбардировщиков HM-6A «Сейрон», то их возможности смотрятся неоднозначно. Малая скорость полета в сочетании со сравнительно низкой маневренностью и слабым оборонительным вооружением могли нивелировать все преимущества, связанные со скрытой перевозкой на борту подводной лодки. Таким образом, в условиях реального боя под лодка И-400 или ее сестершипы в короткий срок могли остаться без авиагруппы. Несмотря сомнительные боевые качества и короткий боевой путь, пройденный без каких-либо успехов, проект авианесущих подводных лодок Сентокю представляет определенный интерес. Японским конструкторам удалось решить задачу, которую ставили перед собой их коллеги из множества стран. Кроме того, Япония наглядно показала реальные возможности комплексов, авианесущая подлодка-самолет, что, вероятно, сказалось на дальнейшем развитии подобной военной техники. Субмарины Сентоку оказались последними представителями своего класса, строившимися серийно. В дальнейшем авианесущие субмарины не выходили из стадии проекта. Некоторые исследователи морского флота считают, что именно они вдохновили конструкторов на постройку подводных атомных ракетоносцев. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и поддержите канал подпиской. Для меня это очень важно. А в дальнейшем вас ждет много интересного. Встретимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok